Всем привет! Начинаем наше занятие. Можете обновлять свои странички. Сегодня вас ждет очень интересная тренировка. Но прежде чем ее начать, дайте знать, что меня видно и слышно. Позвоните в чат. Так. Напишите, что со звуком и с картинкой все ок. Пока не понимаю, запустилась у вас трансляция или нет. Если все видно и слышно, то плюсик в чат. У меня вроде пошло уже все. Осталось узнать, идет ли у вас. Да, супер. Все, есть. Есть трансляция. Всем привет, ребята. Сегодня у нас третья часть занятия которая называется шиворот на выворот. Где мы разбирали игру на СБ против ББ, когда мы играем против агрессивного и телефонистого регуляра на ББ, который не дает нам возможности отыгрывать свой рейндж комфортно. То есть не дает нам с низом спектра чекколить достаточно выгодно флоп, потому что он атакует флоп терн ривер, он ставит овербеты иногда. И соответственно из-за этого низ нашего рейнджа, который мы раньше спокойно чекколили флоп против каких-то таких средних регов или там не очень агрессивных, например, третьей пары или какие-то туз хай, вторые пары с слабым кикером, они просто перестают хорошо калироваться, потому что нас почти всегда выдавливают из банка. Мы редко реализуем эквити, то есть против таких регов, против которых мы реализуем эквити реже. То есть они слишком часто нас атакуют на терне и еще может быть на ривере, они используют овербеты на флопе, например. И из-за этого нам не очень понятно что нам делать с нашим рейнджем чеккола, который раньше мы чекколили. И мы на прошлых двух занятиях собственно уже придумали две подстройки, как можно эксплуатировать вот такие атаки нашего слабого капнутого рейнджа. Давайте сейчас для начала вспомним. как это было. Ну и да, еще немножечко информации про то, как сегодня наше занятие пройдет. Сегодня мы половину занятия поработаем еще в софте, в флопзиле, флдеке, в симплпостфлопе. И вторую половину занятия будем разбирать мои раздачи с лимитой НЛ100. Мне предстоит очередной шот на НЛ200. И вот перед этим как раз разбираем мои раздачки. Ну и еще посмотрим возможно эти споты если они там попадутся, то мы их тоже разберем. Ну а пока давайте посмотрим что у нас там было по заключению на предыдущую тренировку. и мы с вами в принципе нашли неплохие несколько эксплуатирующих подстроек, которые хорошо работают до тех пор пока нас не раскусили. Сейчас я про них напомню и мы разберем еще одну структуру доски, потому как мы разобрали только одну структуру доски и хочется наши гипотезы проверить на какой-то другой структуре доски. Итак, первое мы разбирали доску 10.8.2 радугой против агрессивного фладчика, который ставит агрессивно по флопу, по терну, по риверу. Ну и там вопрос был как играть с руками по типу туз король, туз дама, который раньше мы колем, или там часть туз валет, как нам вести себя с мелкими совпадениями например по 2х, ну с подобными планы руками. И мы поняли что, ну на первой тренировке, что если мы будем оверфолдить флоп, то для нас это более выгодно ну то есть если мы оверфолдим по флопу с руками по типу третья пара там или туз хайд, то для нас это более выгодно при этом против такого оппонента, который очень агрессивен мы широко колем терн и ривер, то есть если раньше мы на ривере выкидывали нашу вторую пару на 3 банки, здесь мы ее не выкидываем за исключением тех роналтов, которые усиливают спектр флоутера, то есть если например закрываются там оверкарты которые закрывают гатшоты различного езда, то мы выкидываем свою руку, то есть например доски 10-8-2 например у нас такая рука как скажем 8-9 мы здесь закрываем глаза колем терн и ривер флоп, терн и ривер но при этом если например на терне выходит валет и на ривере еще дама выходит или семерка по терну и валет или дама по риверу то есть такие оверкарты которые закрывают большое количество оверкард гатшотов которые дают ему стриты когда у него валют комбинаций становится больше мы все-таки выкидываем но если выходят относительные бланки например какая-то не принципиальная оверкарта которая не закрыла большое количество стритов например король выходит или выходит семерка и какая-то низкая карта то мы калируем закрыв глаза wykon вторую пару 3 улицы при этом если мы играем против агрессивных регов которые играют с незаконченными линиями блефа, если они не используют какие-то овербеты по флопу, по терну, то в принципе мы против них играем по средним, так называемым средним частотам, то есть как нам предлагает с олвер играть, мы так и играем. Ну типа мы чекколем со второй парой флоп, мы чекколем со второй парой терн и чекфалдим ривер. И при этом против этих же регов нам не нужно выкидывать наши третьи пары, потому что они не слишком агрессивны, мы иногда можем протащить еще и по терну их, и там мы играем уже скорее как против стандартного не очень агрессивного рега, то есть он ничем не отличается от среднеагрессивного рега. И затем у нас возник вопрос, ну а что нам делать-то как бы, ну и за счет того, что собственно мы ну и как здесь получается, почему вот такая линия получилась, что мы оверфолдим флоп. Из-за того, что мы оверфолдим флоп, мы очень большой процент эквити реализуем, то есть по сравнению с тем, как если мы реализовали против среднего рега. То есть против среднего рега мы на префлопе реализуем мы на флопе реализуем примерно 70-75% эквити, который у нас есть в рейнже OpenRays на СБ против ББ. Когда же мы, ну за счет того, что мы чеколим, за счет того, что мы конбетим, если мы начинаем чекфалдить туз хай, если мы начинаем чекфалдить третьи пары, если мы чекфалдим мелкие кармашки, то из-за этого процент разыгрываемых рук на СБ на флопе сильно снижается. То есть мы, если раньше там каким-то образом разыгрывали по флопу 70-75% рук, то здесь мы там типа разыгрываем 60%, например, процентов. А это очень сильно бьет по нашему лузрейту на СБ, то есть из-за того, что мы не реализуем эквити, просто мы его выкидываем в помойку и типа из-за этого мы больше проигрываем денег. И лузрейт растет. Но, если мы при этом будем эти руки калировать, как раньше, то мы на самом деле еще больше денег проиграем. И здесь важно, что мы в угоду нашему небольшому минус ЕВ по флопу. Ну, то есть мы из-за того, что получаем какие-то минус ЕВ споты для себя по флопу, мы получаем плюс ЕВ споты по терну и по риверу из-за того, что оппонент переблифовывает на терне и на ривере. И за счет этого мы добираем дополнительные деньги. Ну, вот против этих агрессивных оппонентов. Но, тем не менее, у нас возник вопрос, что все-таки, может быть, не выкидывать эти руки, а что-нибудь с ними придумать. Ну, потому как жалко. Ну, как-то слишком уж хорошо тут выкидывать. Давайте флопзилу откроем. На доске там, не знаю, вот этот 10, 8, 2, например. Ну, или какие-то другие мы доски можем тоже сегодня посмотреть. Жалко выкидывать руку по типу, там, не знаю, ТУС-2. Ну, это отличная рука, шоу-даун вэлью, у нее отличное эквити против спектра флота. И, тем не менее, мы ее выкидываем, ну, просто из-за того, что нас там дожимают по терну по риверу. Так, че тут у меня флопзилы проверяет лицензию вдруг. Ну, ладно, пусть грузится пока. Да. И, в общем, мы мы начали думать, что можно делать с ну, вот, какой-нибудь, например, тут ТУС-2, да, отличная рука с бэкдорфа Д, например, ну, или без бэкдорфа Д у нас какая-то, да, открыли мы ТУС-2 вдруг. Че делать? И мы на следующей тренировке, на второй тренировке разобрали, что на самом деле мы можем их не выкидывать и мы можем использовать эксплойтную линию до тех пор, пока эта эксплойтная линия не будет скрыта. То есть мы вот те самые руки какие-то, например, ТУС-2 или руки по типу ТУС-Король или там ТУС-Дамы или ТУС-Валет которые раньше мы чеколили по причине того, что ну, они достаточно сильны для бета-новелью и они отправляются в рейндж чеккола ну, как какое-то слабое шедевелью мы их решили превращать в блеф и превращать в блеф по двумя линиями мы там разбирали самые разные линии и получилось, что две оптимальные линии это либо под бет-флопа и чекфол терна с этими руками ну, почему под бет-флопа вы можете посмотреть предыдущую тренировку, да, почему именно под бет-флопа и чекфол терна с этими руками либо мы ставим с ними две банки две трети флоп и две трети терна и чекфол димпу риверу это обе линии плюсовые они слабо-плюсовые но при этом они дают нам возможность реализовать эквити наших рук эквити наших рук но при этом они сильно расширяют наш рейндж конбета без позы и если оппонент это понимает что мы начали широко конбетить без позиции то есть у нас в среднем против ну, в реалиях там сегодняшних, да, против оппонентов которые мало выкидывают на конбет там, на Комутинелл 200 ББ против СБ у них фолд на конбет там, 33-35% позиции против них минусово ставить широкий конбет и поэтому Солвер предлагает ставить там конбеты без позиции процентов 30-35 СБ против ББ мы же в данном случае раскачиваем свой конбет там, типа, до 45% если человек это понимает то есть у него в статах будет светиться стат вот 距離 вот вот в